Тараканы, обшарпанные стены и неисправная проводка. Именно так отзывались родители маленьких пациентов от Центра охраны материнства и детства. Теперь здесь провели косметический ремонт. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, насколько безопаснее, а главное, удобнее здесь стало находиться. На фото слева разруха, как в 90-е, а сейчас видно невооруженным взглядом гораздо лучше. Ободранные стены блестят от свежей краски, потолки побелены, розетки отремонтированы. Полностью заменен коечный фонд, матрасы, постельное белье, по необходимости заменены светильники. Косметика косметикой, но в капитальном ремонте здание нуждается давно. Здание 34 года стояло без капитального ремонта, поэтому мы готовы провести здесь капитальный ремонт. Но с сегодняшнего дня мы открыты как инфекционный госпиталь, потому что есть острая потребность в коечном фонде для больных детей острыми респираторно-вирусными инфекциями, который сейчас идет как раз под ее. На косметическое обновление потратили около 100 тысяч рублей. Его центр материнства и детства одним из подразделений, которого сегодня является бывшая инфекционка, провел на свои средства. Когда начнется основной этап исцеления, прежде самой ужасной больницы, руководство сказать затрудняется. Добавим, что месяц назад пациенты жаловались на толпы разгуливающих по лечебнице тараканов. Роспотребнадзор вынес предписание устранить антисанитарию. Главврач заверил, в дезинфекцию провели насекомых нет. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.